Шамов Дмитрий 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 то они, конечно же, проснутся. Ну, в общем, это такой необъяснимый феномен, но так есть. В общем, папа лежал на диване, спал уставший после работы. И вот. Мы сидели, у себя такая идиллия, и дело в том, что другая комната она заканчивалась с балконом. Шторы были не зашторены, была только тюль. То есть, можно было в принципе на улицу посмотреть, но то есть видно плохо через тюль. Сидели мы, играли. Ну, время уже, как я говорил, около 11 ночи. И слышу я такой стук. Тук-тук, тук-тук. Ну, я не обратил сначала внимания. Опять этот стук. Тук-тук, тук-тук. Ну, я такой голову поворачиваю налево, а комната другая была слева, и дверь была открыта. То есть, видно другую комнату. Поворачиваю туда голову, и как-то не обращаю внимания, и обратно смотрю на компьютер. Играю. И слышу опять. Тук-тук, тук-тук. Опять поворачиваю голову, смотрю уже более пристально, и И на балконе за занавеской две таких чёрных фигуры, а за занавеской вообще не видно, что такое. То есть два таких огроменных объекта чёрных, как два таких огроменных монстра, я не знаю, две таких тени, стоят и бьют, так, в стекло стучат. Тук-тук-тук-тук. Я попытался закричать, я такой, знаете, как бывает в фильмах, типа кричат, но голос вообще не выходил. Я начал сестру трясти, 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 трясти и пальцем ей показывать. Сестра посмотрела и начала просто так кричать, знаете, как в фильмах, а-а-а-а, так, кричат девушки. Ну, в общем, она начала так кричать и задом так, пятится, и знаете, как краб такая, тук-тук-тук. Я вместе с ней, мы прилипли к маме, мама тоже увидела это, начала кричать, а по стеклу продолжали стучать. Мы втроем кричим, просто так, а-а-а-а, то есть, ну, более таким, может быть, каким-то непонятным голосом. Кричим мы, кричим. И папа не просыпается вообще никак. Нам стало очень страшно, мы думали уже все, это конец жизни, я не знаю. Ну, в 9 лет увидеть, что на балкон какая-то непонятная тень залезла, тем более две штуки. Очень страшно, и стучит без перерыва по стеклу, а ничего не видно, что там такое. Очень страшно было, нереально, мы кричали, 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 и в итоге папу разбудили. Папа пошел посмотреть, а еще из-за чего страшно-то? Потому что мы живем-то на седьмом этаже, на улице минус 20, то есть, ну, как бы, само собой напрашивается, откуда на балконе кто-то мог взяться при минус 20 на седьмом этаже. Ну вот, мы кричали, кричали, папа проснулся, пошел посмотреть все это дело. В итоге оказалось, что два кавказца забрались к нам на балкон, потому что, как они сказали, у них захлопнулась дверь, они там что-то с друзьями праздновали, захлопнулась дверь, но из-за того, что друзья пьяные, они не смогли выйти с балкона. А так как из всех балконов, вот ближайших, у нас был не застекленный, а у других был застекленный, то они забрались к нам. Ну, они прошли через нашу квартиру, вышли на улицу, у нас был просто... У троих пап-то вообще нормально, но у нас троих, у меня, у мамы и у сестры была просто нереальная паника. Вот, на следующий день уже выяснилось, что эти два кавказца, оказывается, пытались грабануть квартиру на третьем этаже, но в этот момент вернулись то ли хозяева квартиры, то ли ментов кто-то вызвал, я что-то не знаю точно. Ну, то есть, товарищей полицейских вызвал. Ну вот, и... Их спугнули, и они полезли наверх. И так как только наш, вот в этом стояке был балкон только наш, не застекленный, то они залезли на седьмой этаж. Ну, вы понимаете, какой был шок у девятилетнего ребенка, что на... в Рождество какие-то две непонятных фигуры залезли на балкон. У меня в голове уже прокрутилось, что меня сейчас будут убивать, что, может быть, меня куда-нибудь там в ад затащат или что-нибудь типа того. Ну, реально было страшно. Вот такая вот история со мной произошла. Как я уже говорил, это такое небольшое видео, хотел просто рассказать. Кстати, этих двух кавказцев-то уже потом поймали, их посадили вроде как, потому что они и другие какие-то квартиры обворовывали, как раз на празднике орудовали. Ну, нам повезло, все окончилось благополучно. Но прошло уже 16 лет, а я помню эту историю просто как будто это было вчера, потому что, ну, реально такой шок был. Ну, вот такая вот история со мной произошла. Надеюсь, было интересно. Если вы хотите увидеть другие какие-нибудь истории, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Спасибо, пока!